Здравствуйте! Это итоги дня телеканала Управда ТВ. Меня зовут Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Льготы на обследование и увеличение мощностей в Ульяновске расширят возможности центра трансплантологии. Опять снюсы. На прилавках магазинов продолжают находить запрещенный продукт. Дом прав и свобод человека откроется в Ульяновске. Родина талантов. Молодежь со сцены объяснила, почему не хочет уезжать из Ульяновска. По инициативе горожан при поддержке общественности. В Ульяновской области общественные активисты вывели нерадивых предпринимателей, незаконно торгующих снюсом. На этот раз точки продажи никотина, содержащей продукции, нашли в Димитровграде. Слово Натальи Чумаченко. Не знаю, не видел, приобрел не у нас. Так пытался оправдаться продавец, у которого закупил снюс несовершеннолетний. В одной из торговых точек Димитровграда общественные активисты сделали официальную закупку синтетического никотинового вещества. Подростку, не спросив про документ, удостоверяющий личность, продали нужный товар с витрина магазина. После этого молодой человек ушел, но через несколько минут вернулся к продавцу снюса уже в компании своих более старших единомышленников с вопросами. На место сразу же был вызван наряд полиции для составления. Протокола. Блюстители правопорядка не заставили себя долго ждать и прибыли в оперативном режиме. В итоге нашли не только снюс, по словам активистов, но и горы контрафактного табака. В минувшие выходные подобные рейды прошли в Новоульяновске, Чердоклинском и Ульяновском районах. На очереди отдаленные районы Ульяновской области. Новости Улправда ТВ. В начале недели на дорогах Ульяновской области проводятся так называемые сплошные проверки водителей. Главная цель – пресечь управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. В случае нарушения водитель рискует лишиться прав и быть оштрафованным на 30 тысяч рублей. Только за прошедший год по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, произошло 91 дорожно-транспортное происшествие, в которых 50 человек погибли и 132 получили травмы различной степени тяжести. Если вы стали свидетелем управления авто, нерадимым водителем, звоните на специальный номер 736 736. Ежедневно пересадка органов спасает множество людей во всем мире. Сейчас это направление считается одним из самых перспективных в современной медицине. В Ульяновском центре трансплантации органов планируют увеличить количество операций. Центр трансплантации органов и тканей успешно работает в первом корпусе областного центра специализированных видов медицинской помощи. За 2019 год ульяновские хирурги провели 9 операций. Пересадили почки как от родственников, так и от умерших доноров. На данный момент есть перспективы для пересадки печени. Мы выполняем эти операции сами, самостоятельно. Но первая операция здесь выполнена с помощью сотрудников института трансплантации органов. В перспективе у врачей увеличение количества операций. Сейчас листья ожиданий на пересадку почки числятся 33 человека. Все лечение и операция, в том числе обеспечение необходимыми препаратами, бесплатное. По информации руководства больницы, прорабатывается договоренность о выделении денежных средств, чтобы проводить бесплатные диагностики реципиентов на амбулаторном этапе. Потребность в льготах есть. В регионе 500 человек, кто получает заместительную почечную терапию. Чтобы увеличить количество диагностик, необходимо выделение 450 тысяч в год. Сумму изыщут из регионального бюджета и фонда ОМС. Обсудили вопросы с Сергеем Ивановичем относительно приобретения оборудования в рамках данной программы, в том числе компьютерный томограф, аппаратузия экспертного класса и ЦДУГА рентгенологическая с возможностью интервенции, что позволит нам приблизить данную медицинскую помощь к нашим пациентам. В этом году уже закупили генератор кислорода и наркозный аппарат на 7 миллионов рублей. Планы медицинского учреждения на этом не заканчиваются. На территории Центра специализированных видов медицинской помощи прорабатывают вопрос строительства нового корпуса в рамках государственно-частного партнерства. Впоследствии в новый большой корпус будет переведен Центр трансплантации. Анна Тищенко, Данил Сурков, Новости Улправды ТВ. В Ульяновске заработает Дом прав и свобод. Об этом было заявлено еще в прошлом году. Учреждение объединит в себе общественную палату, аппарат уполномоченных и многие другие общественные организации. Дом прав и свобод откроется в Ульяновске 1 марта. Таких организаций в России пока только две – в Москве и Воронеже. Уже создана концепция работы организации и найдено помещение. Дом прав и свобод будет находиться по адресу Льва Толстого, 58. Косметический ремонт будет сделан без участия бюджетных денег добровольцами. Дом прав и свобод – это будет областное государственное казенное учреждение, которое будет включать в себя службу, которое будет обеспечивать деятельность общественной палаты, палат справедливости, общественного контроля, частично полномоченных. То есть всех, кто занимается защитой прав человека, дом будет включать в себя все эти функции. Объединение проводится для удобства граждан. Теперь людям не нужно будет искать профильную организацию по своей проблеме. Все будет располагаться под одной крышей. В Доме прав и свобод предполагается организация видеоконференц-связи для жителей отдаленных поселений, чтобы обеспечить равный доступ к услугам всех категорий граждан. Кроме того, намечено открытие музея уполномоченных в Ульяновской области на цокольном этаже. Павел Половов, Юрий Конихин, Новости Улправды ТВ. Провестница Победы отметила 75-летний юбилей. 104-я воздушно-десантная дивизия отметила день рождения. Праздничные мероприятия прошли не только в самой дивизии, торжественная часть прошла и во дворце губернаторский. Бойцы легендарного подразделения прошли все горячие точки мира. В Ульяновске отметили 75-летие со дня образования воздушно-десантной дивизии. Юбилей прославленной 104-й вышел за рамки территории части. Награждение ветеранов, поздравления от высших чинов армии и губернатора звучали со сцены Дворца Дружбы Народов губернаторский. От души поздравляю всех вас с замечательным юбилеем прославленной 104-й партийской воздушно-десантной ордена Кутузовой дивизии. Позвольте пожелать вам всем не просто успеха, не просто побед, но прежде всего, конечно, счастья, здоровья, любви, благополучия вам, вашим близким и нашей замечательной Родине. В ответном слове заместитель начальника штаба воздушно-десантных войск поблагодарил губернатора и граждан региона за гостеприимство, оказанное несколько десятков лет назад, когда после развала СССР дивизию перебросили в Ульяновск из Азербайджана. Особую поддержку десантникам Сергей Морозов оказывает и сейчас. Отдельно хотел бы обратиться к губернатору области, Сергей Иванович, лично к вам. Низкий поклон от всего коллектива воздушно-десантных войск за доброе и особое отношение к личному составу 31-й бригады нашей. В настоящее время легендарная 104-я преобразована в 31-ю миротворческую бригаду, но, по словам военных чиновников, совсем скоро бригада вновь станет 104-й дивизией. Праздник стал хорошим поводом в очередной раз подарить внимание ветеранам Великой Отечественной войны. Всех их, независимо от того, в каких войсках они служили, губернатор поздравил лично. После поздравлений собравшиеся посмотрели документальный фильм о 75-летнем боевом пути 104-й дивизии. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новость Улл. Правды ТВ. Как вы считаете, Ульяновск – родина талантов? Почему молодежь покидает родной город? Эти вопросы задают актеры молодежного театра на протяжении всего спектакля. Новый проект называется «Город У. Родина талантов». Ирина Антонова побывала на репетиции. Тема нового спектакля – «Город У. Родина талантов» молодежного театра. Поиск себя, своего места на земле. Выбором. Уехать или остаться в родном городе. Самое интересное – спектакль про Ульяновск. В его основе реальные истории людей. И он поставлен в уникальной технике, которая используется уже довольно давно в театре, в мировой практике. А в Ульяновске еще не было такого опыта. Техника называется «вербатим». Это такой документальный театр. То есть литературной основой постановки является не выдуманная драматургом пьеса, не выдуманные персонажи, а реальные люди. И на основе интервью реальных людей создан спектакль. Идея проекта принадлежит режиссеру Александру Лебедеву, который еще в марте прошлого года предложил поставить необычный спектакль в стиле вербатим. На остро актуальную тему. Эта тема, она всегда, ну не знаю, важна и всегда обсуждается. Потому что кто-то точно говорит, надо уезжать. Кто-то точно говорит, надо оставаться. И какого-то одного мнения нет. А я как человек вечно сомневающийся, я хочу разобраться в этом вопросе. И, скажем так, решил этот вопрос задать в рамках театральной игры. Состав актеров тоже очень интересный и разноплановый. Роли в спектакле исполняют как начинающие актеры, студенты Ульяновского государственного университета, так и педагоги университета Валентина Осина и Дарья Далматова, актрисы Ульяновского драматического театра. После спектакля любой желающий сможет высказаться на камеру и в дальнейшем даже попробовать стать участником этого спектакля. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Улправда ТВ. 4 февраля в Ульяновске сохранится облачная погода, местами пройдет снег с дождем. Температура днем будет держаться на нулевой отметке. Похолодает к ночи. Ветер южный 5-8 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Улправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30. А также на информационном портале управда.ру 18.50. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»